Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Мухаммадеева Лова Атамрадовна, заведующая кафедрой 3-й педиатрии и медицинской генетики. Тема сегодняшней нашей лекции – рахит. Это этиопатогенез заболевания, диагностика, метаболизм витамина D в организме и факторы, способствующие развитию рахита. В план нашей лекции мы остановимся на этиологии рахита, патогенезе и метаболизме витамина D в организме ребенка. Рахит – это полиэтиологическое заболевание раннего возраста, которое является следствием нарушения обмена веществ, преимущественно фосфорно-кальцевого, которое сопровождается поражением многих органов и систем, развитием деформаций скелета. Этиология заболевания подразделяется на эндогены и экзогены. К эндогенным факторам развития заболевания относятся недостаточное поступление витамина D, фосфатов, кальция, магния, цинка и других микроэлементов, витаминов, а также аминокислот. К экзогенным факторам относятся нарушение процесса всасывания витамина D в кишечнике и нарушение процесса гидроаксилирования неактивных форм витамина D в активные формы D3 в печени и в почках. Недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе и недостаточная инсоляция, что приводит к нарушению образования витамина D3 и D-гидрохолестерина в эпидермисе под влиянием ультрафиолетовых лучей. Нарушение всасывания фосфора и кальция в кишечнике, их повышенное выведение с мочой, нарушение утилизации костной ткани. И следующая причина – это нарушение функциональной активности рецепторов к витамину D3. Факторы, которые способствуют развитию рахита у детей, это следующие. Первое – это искусственное вскармливание. Второе – это недоношенность детей. Сюда входят полигиповитаминозы, включая гиповитаминоз D, повышенная потребность витамина D3, незрелость морфологических и функциональных систем, высокие темпы роста скелета, быстрое перемодулирование костной ткани, а также плохой уход за детьми. Патогенез – заболевание очень сложное, и в развитии рахита на первом месте стоит нарушение фосфорно-кальцирового обмена. Основными регуляторами этого обмена являются витамин D, парадгормон и тириокальцитонин. В следующем слайде представлены образования витамина D с различными механизмами при поступлении. Это с пищей, а также под воздействием ультрафиолетовых лучей. В данном слайде также подробно дано патогенез-заболевание. При этом вы должны обратить внимание, что при употреблении с пищей больших количеств зерновых продукторов тоже может произойти недостаток витамина D, который может привести к различным патологическим состояниям. Например, если недостаточное ультрафиолетовое облучение, то это также приводит к недостатку витамина D и может привести к уменьшению синтеза кальций-связывающего белка, снижению в кишечнике всасывания кальция, что в свою очередь приводит к гипокальцимии. Гипокальцимия в свою очередь приводит к гиперпродукции парадгормона, аппарат гормон стимулирует остеокласты и это приводит к деминерализации костей, что клинически проявляется искривлением различными видами деформации костей. Кроме того, при недостатке витамина D снижается реабсурдция фосфора в почках, что приводит к гипофосфатемии. Гипофосфатемия в свою очередь приводит к отшиплению фосфора из миелина, нервных стволов, что, конечно, приводит к мышечной гипотонии. Все это может, гипофосфатемия также может привести к нарушению образования и отложению фосфатов в костях. Также здесь на слайде представлено, что еще какие изменения бывают при недостатке витамина D. При этом может быть угнетение активности цитрат синтетазы, вследствие чего идет торможение синтеза цитратов, вследствие этого развивается ацидоз. Кроме того, недостаточное поступление витамина D с пищей может привести также к нарушениям белкового и других видов обмена. Это может привести к аминоацидурии, а также нарушение синтеза коллагена, вследствие чего также нарушается костью образования. Классификация рахита – это следующее. По степени тяжести различают три степени. Первая – это легкая, вторая – средней тяжести и третья – тяжелая. По периоду заболевания выделяют начальный, период разгара, реконволюсценции и остаточных явлений. По характеру течения бывают острые, подострые и рецидивирующие. Кроме того, имеется рабочая классификация по лукьяновой, по которому выделяют классический витамин D-дефицитный рахит. Второй – это витамин D-зависимый рахит, связанный с генетическим дефектом синтеза D3 в почках или с резистентностью к нему органов мишени. А также выделяют витамин D-резистентный рахит, сюда входят тублопатия и гипофосфатазия. И четвертый – это вторичный рахит при заболеваниях печени и синдромом альоабсорбции и других причинах, когда не всасывается витамин D. Как изного бэлэны? Коварizимый рахит при заболеваниях печени и вишировать. Продолжение следует...